Журнал не ведётся. То есть температуры у вас здесь градусника нет, да? Нарушения в одном из продуктовых магазинов города не исправили после первой проверки. Маски на сотрудниках и посетителях, санитайзеры на входе, измерения и фиксация температуры – то, на что обращают внимание специалисты Комитета управления муниципальным имуществом. На их счету уже сотни рейдов. Несмотря на то, что некоторые предприниматели на своих же ошибках не учатся, большинство магазинов и салонов красоты предписанием Роспотребнадзора следуют. В большей своей части мы видим, что в магазинах нарушений нет, то есть соблюдается. Но всё-таки магазины небольшие, вот повторно пришли и повторно те же замечания. То есть, по всей вероятности, нужно уже применять какие-то штрафные санкции. Во всех магазинах саровчане были в масках. К ним, как отмечают управляющие, все привыкли. В случаях, когда покупатель заходит без средства защиты, сотрудники предлагают надеть одноразовые маски. Если человек отказывается, внутрь не пускают. Приходят без маски, упираются. И до полиции дело доходило. А как аргументируют вообще нежелание носить маску? Зачитывают какие-то приказы, указы, которые в противовес к губернаторскому указу идут. В основном люди законопослушные заходят в масках. Если масочный режим большинство сотрудников и посетителей соблюдают, то журналы измерения температуры и обработки введут не все. Некоторые при виде проверяющего убегают в подсобке. И там на скорую руку пишут стандартные 36,6 на обычном листке. Первый раз проверяющие ограничились предупреждением. Если нарушение выявят повторно, организации грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.